Linux всегда считалась операционкой для гиков, программистов, мамкиных хакеров, бородатых админов. И очень долго это реально так и было, но все меняется. Привет, я Миша Серяк и сегодня я хочу показать, что Linux может пользоваться даже твоя мама. Предвосхищая ваши вопросы, зачем так издеваться над родной матери, устанавливая ей Linux, я бы хотел эту идею защитить некоторыми аргументами. Конечно, у всех мамы выполняют какую-то разную работу за компьютером. Кто-то пользуется каким-то специализированным софтом типа Автокада или 1С, и там вот установка Linux точно создаст, скорее всего, еще больше проблем, чем решит их. Но, по моему скромному мнению, большинство просто пользуются браузером. Они не пользуются операционкой, им все равно какой там DirectX и прочие нюансы. Им просто нужна система, которая откроет браузер, в котором можно открыть какой-то любимый сериальчик онлайн, посмотреть, зайти в социальные сети, где можно отправить знакомым какую-то пасхальную открытку. И, в общем-то, на этом все. Ну, максимум еще погуглить какой-то рецепт или, не знаю, мемчики на YouTube. И если нужен только браузер, то почему бы в качестве оси не выбрать Linux? А теперь давай представим с тобой такую ситуацию. Мама запустила браузер, вбила в поиск название своего сериала «Скачать без смс-регистрации». Зашла на какой-то сайт в поисковой выдаче и стала скачивать файл с названием, не знаю, «Да я люблю тебя!» — сезон 01, эпизод 01.exe. И мы с тобой сейчас понимаем, что такие файлы скачивать нельзя. Скорее всего, там какая-то дрянь в исполняемом файле. Но наша мама этого не знает. Она жмет дабл-клик, и что происходит? Правильно. Мама звонит тебе, чтобы ты помог ей убрать какой-то вирус, который теперь вымогает у нее деньги через смс. А что будет, если мама запустит точно такой же файл на Linux? Ни-че-го. Не будет вообще никаких проблем. Главное — не отдавать маме пароль отсюда. Ну, ей он вряд ли нужен. И последний аргумент, он мне очень приятен. Ну, не то чтобы это какая-то киллер фича, но все-таки я упомяну. Это очень легко создать удаленный доступ к маминому компу через CCH соединение. И далее ты можешь запускать удаленные команды через терминал. Ты можешь запустить обновление софта на компьютере. Ты можешь установить какой-то софт, удалить какой-то софт. Я даже в этом видео могу показать, как удаленно можно посылать в торрент-клиент закачку каких-нибудь файлов, сериальчиков, что очень прикольная опция. Как по мне, ну, только этих причин должно быть достаточно, чтобы хотя бы попробовать. Просто попробовать поставить вот эту стабильную операционную систему, которая, ну, не будет вести себя привередливо, ломаться там. Не нужно ее чинить постоянно переустанавливая. Просто работает и все. Почему нет? Далее я хочу показать, как сделать операционку более дружелюбной и комфортной для мамы. И демо смотреть. Самое первое. Я хочу показать работу приложения из коробки, которая позволяет тебе любой сайт упаковать в приложение со своим запуском, со своей иконкой, кликая на которую ты можешь запустить любой сайт в отдельном окне. Как будто бы это нативное десктоп-приложение. Но, само собой, оно таким не является. Находится это все в пуске. Категория интернет, веб-приложение. Я хочу упаковать маме какой-нибудь сайт с ее любимым сериальчиком. Ну, например, сейчас, наверное, у всех вызовет улыбку или, не знаю, может быть, даже боль. Ищу сериал с названием «Великолепный век». Наверняка кто-то из зрителей сейчас узнает это. Если я смог улыбнуть тебя названием сериала, ставь лайк. Копирую URL сайта, который мне необходимо упаковать как десктоп-приложение. Открываю утилиту. Мой плюсик. Значит, в имени указываю название будущего приложения. Ну, например, «Великолепный век» смотреть онлайн. Не знаю. Адрес. Так, ну, в общем-то, все. Ну, по опциям понятно. Приватное окно. Это браузер будет открываться в приватном окне. То есть будет слетать авторизация и все другие хуки и прочее. Панель навигации. Это вверху табы, адресная строка и все такое. Ну, я предлагаю это все просто не включать, чтобы окно выглядело максимально минималистично. Готово. «Великолепный век». Запускаю его. Так, сейчас лишнее поскрываю. И вот у меня получается такое окно. И в нем сайт. У меня больше нет никаких отвлекающих элементов интерфейса. «Я могу добавить это приложение на рабочий стол». Я в пуске, в поиске, вбиваю название, которое мы до этого указали. Например, «Великолепный век». Правой кнопкой мыши «Добавить на рабочий стол». Вуаля. Готово. То есть теперь у меня прямо с рабочего стола открывается как нативное приложение любой сайт с какими-то, не знаю, сериалами, еще чем-то. Не то, чтобы это какая-то супер, не знаю, необходимая фича. Конечно, сайт можно открыть и из закладок, еще каким-то способом. Это еще одна опция быстрого доступа к каким-то любимым сайтам прямо с рабочего стола. Ну, я думаю, твоя мама оценит, если ты сделаешь ей такой удобный способ запускать любимые сайты. Если ты сделаешь несколько таких иконок, несколько таких сайтов, их будет немножко, ну, стрёмно различать. Я предлагаю тебе скачать постер к сериалу и поставить его как иконку. Сейчас покажу, как это делается. Выбираю какой-нибудь плакат, да, в картинках. Вот это вот, любовь сквозь века. Так, скачиваю, меняю иконку на этот постер. Свойства, жму на эмблему, обзор и выбираю картинку, которую только что скачал. Лишь. Выбрать. Все, по-моему, офигенно. Так можно упаковать все сериальчики или какую-то еще другую лабуду, чтобы мама могла запускать их прямо с рабочего стола. Не нужно гуглить, не нужно никаких других манипуляций. Ты сам заранее зашел, понаделал этих веб-сайтов в виде приложений маме, рассортировал по рабочему столу. Все, больше ничего не надо. И не нужно никуда лазить. Далее. Полезная опция – это запускать дистанционно торрент-клиент для мамы. Многим может зайти. Это когда ты создаешь какую-то папку или вот используешь уже стандартную папку видео на компьютере. И туда скачиваешь маме вот это вот все, там, игру в кальмара, великолепный век, там, эти как его, отчаянные домохозяйки или что там сейчас наши мамы смотрят. Берем стандартный торрент-клиент в Linux Mint, называется он Transmissions. В настройках в последней вкладке есть опция удаленного управления. Нажимаешь галочку «Разрешить удаленный доступ». Что-то с мышкой. «Разрешить удаленный доступ», оставляешь порт по умолчанию. Вряд ли у твоей мамы этот порт будет занят, если ты не устанавливал какой-то специализированный софт, который работает на этом порту. Но если этот порт у тебя будет недоступен по какой-то причине, укажи просто какой-нибудь другой, ну, поэкспериментируй. Зачем это нужно? Это нужно, чтобы потом в браузере ты ввел айпишник маминого компа и порт, мог зайти, и у тебя будет в веб-интерфейсе открыт управление ее торрент-клиентом. Ты можешь скачать какой-то торрент-файлик и потом указать папку, в которую все это будет скачиваться. И все, готово. Начнется скачивание на ее компьютере, и ты сможешь через браузер видеть прогресс скачивания этого торрент-файла. Соответственно, когда скачивание закончится, ты можешь сказать «Мам, зайди в папку видео, там уже все готово». Ну, крайне полезный опыт. Но это все работает, если компьютер мамы и твой компьютер находятся в общей сети, в одной локальной сети, там, не знаю, от одного роутера работают. Большинство же, конечно, живет, не знаю, в разных квартирах, городах, может быть, даже странах, и зайти просто так по айпишнику не получится. Для этого есть специальные VPN-клиенты, которые позволяют тебе объединить мамин компьютер твой в одну виртуальную локальную сеть, чтобы внутри этой сети ты мог заходить к ней по какому-то виртуальному айпишнику. Геймеры, скорее всего, вспомнят, раньше был такой клиент Хамачи, который позволял тебе с другом дистанционно устанавливать виртуальную локальную сеть, чтобы поиграть в какую-то игру онлайн по сети. Вот то же самое можно использовать для компа мамы. Если ты не знаешь, как это делать, не знаешь, как настроить эту виртуальную сеть, пиши в комментарии, я попробую дать какую-то инструкцию, как это сделать. Это на самом деле не очень сложно. Ну, а теперь я попробую использовать такой гниленький прием и скажу, что ставь лайк, подписывайся на этот канал, если любишь свою маму. А я потом посмотрю по статистике, у скольких из вас нет сердца. Не, я серьезно, подписывайся на канал, если интересуешься линуксом. Я на этом канале буду выкладывать видео только про линуксы, ничего больше. Мне будет приятно. Все, народ, пока, спасибо.